Всем привет! Сегодня небольшой обзор телефона. Телефона в виде кредитной карты, в форме кредитной карты. Фирма AIC, моделька C6. Поставляется в такой коробочке, здесь типа поролончика. Кроме телефона и кабеля, больше инструкции, больше ничего в комплекте нет. Попробовал я его, протестировал. В принципе, вещь неплохая. Это самая дешёвая модель от фирмы AIC. Модель C6. Размерчики 86, 51, 4, 8. Не знаю, видно. Диапазон 850, 900, 1800, 1900. Вот так он выглядит. Имеется, наверное, цветов 8. Разные цвета. На всякий вкус взял чёрного цвета. Здесь у нас вставляется карта nano-SIM-карта. Так что сразу прикупайте, если надо будет. Вот эта защёлочка очень туго вставляется, но зато она не болтается. Вот так она. На корпусе у нас только вот разъёмчик здесь под SIM-карту. Аккумулятор, как заявлено, 320 миллиампер в час. И заявлено на сайте 3,5 часа в работе и 3,5 дня в режиме и ожидании. Вес 28 грамм. Что у нас здесь имеется? Давайте попробуем включить его сначала. Включается. Сначала надо рычажочек отодвинуть. И уже нажать кнопку. Вот эту кнопку. Здесь не подписаны кнопки. Включается достаточно быстро. Вот так он выглядит. Телефон сделан достаточно аккуратно. Единственное, что... Вот сзади плёночка получается наклеена. Ещё не снята. Плёночка на стекло. Здесь никакой плёночки заводской нет. Единственное, что у меня недостаток, был вот здесь клей. Можно даже, наверное, виднее. Я его не стал убирать, чтобы показать. Сначала не было у меня сим-карты. Долго ждал, когда мне время выпадет заехать. Экранчик у нас 1 дюйм. Углы обзора хорошие. Только сбоку, если смотрите, всё видно сверху уже хуже. В таком положении ничего не видно. Но, в принципе, вот так всё читаемо. И на солнце я пробовал. Отлично всё видно. Имеется русский язык. Менюшка совсем простая. Можно зайти, посмотреть. Телефонная книга. В центре кнопочки нету. Только вверх-вниз. Право-лево. Здесь службы. Пожарная. Уже какая-то НТС. Стандартная на старых телефонах. Раньше такая же была менюшка. Вид. Отправить смс. Набор. Редактировать. Смс-ки тоже пишутся. И контакты все пишутся на русском языке. По-моему, вот эта кнопочка выбираться. Дальше у нас идёт центр вызовов. Журнал вызовов. Настройки вызовов. Сообщение. Написать. Ну, стандартно. Черновики. Органайзер. Здесь у нас календарик. Календарик не редактируем. Он просто вот так. Он выглядит. На белом фоне. Камера что-то совсем не видно. Будильник у нас. Пять будильников. Можно поставить мелодию. И калькулятор. На калькуляторе очень маленькие буковки. Практически не видно ничего. Также имеется в телефоне Bluetooth 2.0, как заявлено. В принципе, попробовал. Соединяется без проблем. Профили пользователя. Общий. Без звука. Совещание. Ну, это режимы звука. Надо посмотреть. Там, по-моему, пять мелодий на сообщение. Пять мелодий на звонок. Вот общие опции. Активировать. Настроить. Сбросить. Настроить. Тип оповещения. Звонок. Будильник. Ну, не будильник. Звонок. Вибрация. Или звонок из вибрации. Стандартная. Тип повторяющийся. И вот здесь можно выбрать звонок. Замена. Пять звонков всего. Такие стандартные звоночки. Ничего особенного нет. И вот режим установки. Здесь более-менее можно что-то сделать в телефоне. Изменить дату. Включить режим энергосбережения. Язык поменять. Ввод сообщений. Ну, текста какого. И параметры экрана. Только можно выключить экран. Включить. Показ даты убрать. И, по-моему, настройка яркости тоже здесь где-то есть. Яркость. Это, наверное, по-моему, сделано на самом ярком. Где-то я не помню уже. По-моему, в профилях. Здесь тоже нет. Вот. Громкость звонка. Мелодия. Громкость сигнала. Бесшумный режим. Больше нет. Где-то было. Есть также чёрный список. Здесь можно удалять. Ставить ненужные звонки у кого-то. Чёрный список. В принципе, больше, наверное, о этом телефоне говорить особо нечего. Качественный. Удобный. Не толстый. Получается у нас всего лишь 48 миллиметров. Здесь у нас ушко можно куда-нибудь подвесить. Что тоже очень удобно. Ну, давайте попробуем. Вот не помню, как сообщение писать там, изменять. Может кому-то понадобится. Выберём сообщение. Написать сообщение. Изначально сразу нельзя выставить, чтобы на русский язык. То есть надо вот этой кнопочкой. И вот меняется. Наверное, на камеру не видно. Языки. Вот. Ру большими. Ру маленькими. То есть здесь уже писать. То есть каждый раз надо будет изменять. Где-то изменить. Там можно только язык русский поставить. Меню и всё такое. А в приводе текста или название контакта поменять. Всегда приходится вот этой штукой пользоваться. Так что если будут вопросы какие-то, задавайте. Вещь отличная. Это самая дешёвая моделька. Цена или около 10 долларов. Сразу сим-карту Nano. Пришлось мне вот покупать инструкцию. Здесь на английском языке. Но здесь особо ничего и не надо. Здесь просто можно сказать характеристики. Про сигнал могу сказать, что, например, на моём Xiaomi Redmi Note 3 полосочке как бы уровень сигнала горит там на середину. Здесь уже может быть почти под ноль. Даже ни одной палочки не горит. Но связь при этом хорошая. Не теряется. И звук динамика отличный. Что динамик, что микрофон. Слышно и собеседнику, и мне без проблем. Так что телефон годный. Получается, выключается он всё равно вот в таком положении. Но, наверное, вот это переключение, наверное, обесточивает полностью аккумулятор. В таком режиме не написано, сколько она будет, заряд хранится. Но телефон у меня пришёл. Дата выпуска я ничего не посмотрел, когда он. Был полностью заряжен аккумулятором. Так что будут вопросы, задавайте. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok